Первая штука, которую я хотел показать, я думаю, что кто-то с ней мог уже столкнуться. То есть я точно знаю, что кто-то с ней столкнулся, но давайте представим себе, что у меня есть вот такая вот табличка. И допустим, что я хочу с этой табличкой что-нибудь сделать, но при этом я хочу сохранить ее копию. И, как мы обсуждали, вот так не поможет. Значит, видно, что модифицируется исходная табличка и бэкап. Ну, тогда мы, как люди опытные, делаем вот такую вещь. Говорим, что давайте мы сделаем в качестве бэкаповской таблицы, сделаем копию нашей исходной. Давайте я проверю, что у меня таблица создается заново. И это тоже не помогает. И на самом деле я даже не то чтобы хотел бы сейчас рассказывать, почему так происходит, но вот с такой вещью вы можете столкнуться, в частности, решая некоторые задачи из текущей домашки. И хорошее упражнение подумать, почему так происходит. И чтобы это было сделать проще, разумно использовать сайт python-tutor.com, где можно запускать такой код построчной и смотреть, что происходит на каждой строчке. Главное, какие при этом объекты создаются и что с ним происходит в процессе работы вашей программы. И я просто рекомендую всем просто посмотреть, что будет происходить, если выполнять какой-то код такого типа. И заодно подумать, а как бы нам все-таки скопировать табличку, если мы это хотим сделать. Ну, Саша, на самом деле, проспойлерил объяснение в чате, но если его ответ не кажется вам совсем понятным, то и хорошо. Попробуйте запустить это под визуализатором, посмотрите, что получается. Вот. Вообще, как бы, надо сказать, что тот факт, что в питоне практически все является указателем на какой-то объект. Значит, в какой задачке в домашке это может встретиться? Оно может встретиться, а может не встретиться в какой-то из задачек на манипуляции с таблицами. Там, где нужно, типа, столбцы местами менять или что-то в этом роде. Там вот есть какие-то задачки на эту тему. В частности, есть одна из задач, в которой требуется сохранять исходный объект в первозданном виде. Ну, и в зависимости от того, как вы будете эту задачу решать, вы можете либо наткнуться на вот эту проблему, либо не наткнуться. Вот. Ну, окей. Это так, небольшое лирическое отступление. Давайте потихоньку продолжать со всякими новыми темами. И одна из вещей, которую я хотел обсудить сегодня, это работа с файлами. До сих пор мы обсуждали, как чего-нибудь сделать внутри питона. Но при этом понятно, что если мы хотим решать какие-то практические задачи, то нам нужно уметь обрабатывать какую-то информацию, не ту, которую мы там вводим с клавиатуры, а какую-то информацию, которая приходит извне, содержится в каких-то файлах, и мы хотим с ней что-то сделать. И тут, на самом деле, дальше возникает вопрос о том, какие бывают файлы, и как работать с файлами разных типов. И сейчас я поговорю про то, как работать с файлами простейшего текстового формата. Ну, скорее всего, вы сталкивались с файлами типа с расширением тексте. И это самая простая штука, которая бывает, ну, почти самая простая штука, которая бывает, это такой файл, в котором просто записаны символы. Ну, на самом деле, это даже не совсем правда то, что я сейчас сказал. Дело в том, что в файле-то написано не символ, а файл – это просто последовательность каких-то байтов. Даже если это простой текстовый файл, все равно один и тот же текст может быть записан по-разному, потому что бывают разные кодировки, разные кодовые таблицы, которые говорят, какие байты или какие последовательности байтов каким символом соответствуют. И тут возникают всякие проблемы, потому что, например, разные операционные системы работают с разными кодировками по умолчанию. В последнее время эта проблема в какой-то мере преодолевается за счет того, что практически все системы так или иначе переходят на Unicode. И в качестве стандартной кодировки для Unicode используют UTF-8. Но это такой… Ну, в компьютерном мире в некотором смысле все только усложняется. Если была какая-то штука, которая возникла 30 лет назад, вполне вероятно, что она до сих пор где-то еще существует и добавляет проблем разным людям. Например, если вы работаете под операционной системой Windows, то вы не можете создать файл с названием CON. Вот с таким вот названием. И это связано с некоторыми особенностями. Если я правильно помню, операционные системы CPM. Вот там вот это вот появилось. Значит, CPM не уверен, но то, что в MS-DOS это было точно. Можете попробовать создать файл с таким именем, смотреть, что получится. Или файл с именем AUX. Тоже ничего не получится. Вот. Ну, ладно. Это я так. Короче говоря, давайте попробуем разобраться с простыми случаями, когда все работает нормально. Значит, можно сделать на самом деле такую вещь. Давайте я сейчас хочу создать какой-нибудь тестовый файл, чтобы его считывать. И в Юпитере можно это сделать, если вы пишете процент, потом файл, а потом имя файла. То это такой способ создать файл. Давайте. Давайте что-нибудь такое я сделаю. Значит, вот я сейчас создал файл с именем testfile.txt, и в него записаны вот такие вот строчки. Ну, или давайте я уберу здесь лишнюю пустую строку. Вот. Ну, собственно говоря, если вы... Так, ага, здесь, видимо, нужно поставить два процентика, но, видимо, питон достаточно умный, точнее, не питон, а Юпитер достаточно умный, мне в какой-то момент добавил второй процентик сам. Значит, два процентика, потом слово файл, а потом имя файла. Ну, собственно говоря, если вы сейчас просто откроете этот файл, давайте посмотрим. Я думаю, что я могу его открыть прямо здесь в Юпитере. В Юпитере есть такой встроенный редактор файлов, вот testfile.txt. Ну, и вот видно, что здесь действительно есть файл, который я создал. Моя сейчас цель состоит в том, чтобы этот файл открыть и считать с помощью питона. Это можно сделать, на самом деле, по-разному, но давайте я покажу сначала самый такой базовый метод. Testfile.txt.team. Значит, для этого я использую встроенную функцию open, которая делает то, что называется открытие файла. Она открывает файл и возвращает некоторый такой файловый объект. Ну, вот если я файл открою, а потом захочу распечатать тип переменной f, то мы сейчас увидим, что это будет. Ну, давайте я просто сделаю какую-нибудь такую штуку. И в конце работы с файлом мне нужно его закрыть. Это делается с помощью метода close. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, во-первых, тип файла. Видно, что это какой-то текст и овраппер. В общем, кем бы оно ни было, это некоторая такая штука, которая ссылается вот на этот открытый файл. То есть я могу взаимодействовать с вот этим объектом f, я могу на самом деле взаимодействовать с моим файлом. Ну, и в частности, вот таким образом я распечатал его содержимое. Значит, если я просто перебираю, значит, если я просто использую этот файловый объект в качестве списка, то есть в данном случае я его перебираю в цикле for, итерирую его, то в результате f как бы прикидывается списком, состоящим из строчек моего файла. И, соответственно, я его так вот строчкой за строчкой распечатал. Вопрос на засыпку. Откуда взялась вот эта вот лишняя строка? В файле ее не было. Есть ли у кого-нибудь идеи? Он читал первую строку, в конце ее был знак переноса строки. Ты не расчетал? Да, совершенно верно. Дело в том, что поскольку в файлах никаких строк нет, в файлах есть просто последовательность байт. И, в частности, для того, чтобы записать внутрь файла две строки так, чтобы каждая строка была как бы отдельной строкой, нам нужно в конце первой строки поставить как раз символ backslash n, символ переноса строки. Он, кстати, под разными операционными системами тоже бывает разным. Вот, кстати, еще байка на тему того, как какие-то технические решения, принятые тысячу лет назад, влияют на нашу жизнь сейчас. Значит, в разных операционных системах используется разная комбинация байт для того, чтобы обозначать конец строки. В, допустим, под macOS или под Linux используется просто символ, который в питоне кодируется как backslash n, и это, по-моему, штука, которая называется CR, возврат каретки. А под Windows используется два байта, символ возврат каретки, а потом символ перевода строки, crlf. Я не помню, честно говоря, их коды, аскешные, но неважно. Вопрос, почему так? Я всегда знал, что это так, никогда особенно не задавался вопросом, почему так. Ну, вот так как-то решили. Недавно прочитал, что, оказывается, это было связано с тем, что, ну, когда компьютеры только появились, ну, сначала это были вообще огромные шкафы, занимающие большие комнаты в зданиях, но потом они стали покомпактнее, но, тем не менее, никаких, допустим, никаких вот мониторов, мониторов, типа тех, с которыми мы сейчас работаем, тогда не было. И общение с компьютером велось таким образом, что вы печатали какой-то текст как бы на клавиатуре, а компьютер в ответ тоже вам выдавал текст, и причем он выдавал его не на экране, а на бумаге. То есть, фактически, вместо монитора был такой принтер, но это был не принтер, а это было такое алфавитно-цифровое печатающее устройство. Фактически, пишущая машинка, к которой был подключен компьютер. И дело в том, что софт, который тогда был написан, он был ужасно простым. И, ну, в том смысле, что многие вещи, которые сейчас делаются с помощью какой-то довольно сложной логики именно на стороне софта, тогда делались с помощью гораздо более простой логики. И, в частности, управление вот этой самой клавиатурой тоже было построено на довольно простом софте, а именно компьютер отправлял в клавиатуру очередной символ, который нужно распечатать, клавиатуру печатал. И все. При этом, например, компьютер совершенно не заморачивался тем, есть ли у клавиатуры в данный момент время, чтобы распечатать очередной символ. Ну, там был какой-то канал связи, который обеспечивал какую-то пропускную способность этих самых символов. И была какая-то производительность самой этой пишущей машинки. И вот пишущие машинки, которые использовались, терминалы, которые использовались с операционной системой, кажется, CPM, которая была в неком смысле прародителем DOS, точнее, DOS, который был как бы списан популярный для компьютеров, которые использовали эту операционную систему, вот этот терминал, был таким свойством, что за то время, за которое компьютер может отправить ему два символа, он может успеть перевести каретку ровно на одну строчку вниз. То есть это означает, что если вы передавали ему символ переноса строки, один, а после этого еще какой-то символ, то он печатал вот этот символ в тот момент, когда у него каретка находилась где-то посреди строки и ехала назад, пытаясь вернуться к началу. И для того, чтобы избежать этой проблемы, разработчики тогдашних операционных систем не придумали ничего лучше, кроме как сказать, что окей, одного символа не хватает, значит, мы будем обозначать перевод строки двумя символами, и тогда у пишущей машинки хватит времени для того, чтобы вернуть каретку на место. В общем, и с тех пор так это и повелось, и вот до сих пор у нас уже прошло лет, не помню сколько, 30-40, если не больше, и до сих пор вот в операционной системе Windows, которая является наследником DOS, которая является попыткой переписать CPM, до сих пор в качестве переноса строки используются два символа, а не один. Хотя устройства вывода с тех пор немножко эволюционировали, теперь могут гораздо больше. Ну ладно. Да, сейчас поговорим про вид. Значит, это такой базовый синтаксис, значит, про перенос строки мы сейчас вроде бы разобрались. Значит, действительно, дело в том, что когда строчки считываются, они считываются вместе с переносом строки. То есть если я сейчас сделаю вот такую вещь, допустим, просто попрошу напечатать лист от F. Давайте я уберу здесь вот эту штуку. Значит, видно, что здесь вот эти переносы строк, они есть в наших строчках. И когда мы эту штуку печатаем, то нам print сначала распечатывает вот эту вещь с символом переноса строки, а потом добавляет еще один перенос строки, так сказать, от себя. И поэтому возникают вот эти вот лишние переносы. Чтобы этого не было, ну, с этим можно побороться двумя способами. Либо можно попросить print, не добавляя символ переноса строки. Либо можно, наоборот, убрать у строки, сделать вот так, R-strip. Значит, метод R-strip, он убирает справа всякие пробельные символы, то есть переносы строк, пробелы, табуляции. Вот он их все просто убирает. И чаще всего, на самом деле, проще сделать вот так вот и не заморачиваться. Вот. Дальше. Как вы могли заметить, я в конце работы с файлом всегда пишу f.close. Это, в принципе, полезно делать. То есть, в принципе, вот этот вот объект f, он никуда не исчезает. Но если после того, как я его закрою, я попытаюсь с ним чего-нибудь сделать, ну, мне скажут, что я не прав, что я пытаюсь сделать операцию ввода-вывода на закрытом файле. И o – это значит input-output, операция ввода-вывода. Дело в том, что, когда мы файл открываем, ну, в операционной системе выделяется некоторый ресурс, который как бы помнит информацию о том, что файл открыт, что как с этим файлом взаимодействовать и так далее. И если вы будете файлы открывать, но не будете их закрывать, то это может привести к каким-то проблемам. Ну, если вы открываете файл на чтение, это приведет к не очень большим проблемам, потому что, ну, самое страшное, что может случиться, если вы слишком часто файлы открываете, и в какой-то момент у операционной системы закончатся те самые ресурсы, они называются файловыми дескрипторами, их там сколько-то ограничено количеством. Вот, они закончатся, и все перестанет работать. Честно говоря, ни разу не пробовал, не знаю, возможно, это сделать или нет на питоне. Но, так или иначе, файл после того, как вы с ним поработали, лучше закрыть. И чтобы вы не забыли закрыть файл, в питоне есть специальная конструкция, которая называется width, и выглядит оно вот так. Значит, профайл можно проверить, закрыт он или не закрыт. Для этого используется вот такая вот штука, это называется свойство объекта F, property. и он проверяет, оно проверяет, закрыт файл или нет. Это просто булевская величина. Давайте я просто вот так сделаю. И давайте я сделаю тот же самый, те же самые строчки вне width. Давайте посмотрим, что получается. Значит, вот нам напечатали то, что мы хотели, содержимое файла. Потом, в тот момент, когда я нахожусь внутри вот этого блока width, то есть, видите, у меня опять все идет с отступом, в тот момент, когда я нахожусь внутри этого блока width, у меня файл остается открытым. Fclosed равняется false. Но в тот момент, когда я выхожу из блока width, то есть, например, я пишу какие-то строчки, которые идут без отступа, или, например, в тот момент, когда у меня просто ячейка закончилась, файл автоматически закрывается. То есть, использование вот этой конструкции width позволяет автоматически закрывать файл. Более того, это, в некотором смысле, более надежный способ этот файл закрыть, потому что, дело в том, что если у нас вот здесь, вот в этот момент происходит какая-то ошибка, то вот этот fclosed может и не выполниться, потому что, представьте себе, что у вас вот здесь произошла ошибка, и все, программа перестала работать, ячейка перестала выполняться, до вот этой строчки f.closed вы даже не дошли. Но вот эта конструкция width гарантирует, что файл будет закрыт во что бы то ни стало. Даже если внутри вот этого блока width происходит какая-то ошибка, прежде чем выйти из него, прежде чем начать, ну, прежде чем там выдать сообщение об ошибке или еще что-то такое сделать, файл будет обязательно закрыт. Вот. Поэтому сейчас канонический способ работы с файлами именно такой, с помощью конструкции width. Значит, вот эта вот штука, что-то, s, что-то, это просто аналог вот этой строчки f равняется openTestFile. Вот. Окей. Давайте покажу такую штуку теперь. как вы думаете, что что я увижу, если запущу сейчас вот этот код? Значит, ну, так, по замыслу, что я... Четыре строчки this is a test, hello world, this is a test. Да, именно это я вроде бы хотел сделать, но на самом деле я этого не увижу. Так. Как вы думаете, почему? Почему вот эти вот строчки как бы не сработали? Что такое случилось? Там указатель, где останавливается, получается, line в конце файла, он не переместился в начало. Да, дело в том, что на самом деле вот этот вот f, вот в этом контексте, хоть я и сказал, что он прикидывается списком, но на самом деле он не список. На самом деле, ну, как бы можно думать, что вот этот вот f, он ведет себя как магнитофон такой. Когда у меня появился первый компьютер, он использовал как раз магнитофонную ленту от обычного бытового магнитофона в качестве жесткого диска. И такая аналогия для меня вполне естественна. И когда вы выполнили полностью вот этот код, это означает, что он дошел до конца файла, и дальше он запомнил, что дошел до конца файла. Поэтому, когда вы делаете вот такую штуку, то файл просто говорит, что, ну, извини, ты меня уже считал полностью, и чего ты от меня еще хочешь? Нет больше во мне никаких строчек. Поэтому вот этот for прекращает работу с самого начала. Как только я до него дошел, он как бы столкнулся, грубо говоря, с пустым списком. Теоретически файл можно перемотать на начало, если очень нужно. Для этого есть функция seek, которая позволяет переместить указатель того места, где мы сейчас работаем с файлом, куда угодно. Ну, вот, в частности, seek 0 позволяет перемотать все на начало файла. И вот действительно здесь видно, что теперь у меня файл считывается два раза. Вот. Значит, если есть какие-нибудь вопросы? Если вы ставите, например, seek 1, то просто шляпка строчек. Да, вот это все, значит, это стандартный вопрос здесь, да, я его как раз ждал. Действительно, что будет, если здесь написать не seek 0, а seek что-нибудь другое, например, seek 1? Ну, поскольку файл работает на самом деле с байтами, то в данном случае мы не домотаем одного байта до начала, и видно, что здесь вот эта вот буквка O, она не напечаталась, потому что мы начали считывать файл не с начала, а со второго байта. В случае, если вы пользуетесь исключительно латинскими буквками, один символ соответствует одному байту. Но если вы используете что-нибудь другое, то это может быть и не так. Например, давайте я сейчас создам... ... Что-нибудь в таком роде. Значит, я записал файл кириллик.txt с кириллическими символами. И давайте попробуем сделать то же самое с этим файлом. Я, кстати, не знаю, что получится у вас. Я догадываюсь, что получится у меня, но я не знаю, что точно получится у вас. А у меня получится вот что. Что сейчас произошло? Кстати, скажите, что у вас получилось? У вас такая же ошибка или что-то другое? Нет. Получается такая же ошибка? Вот я думаю, что если вы работаете под Mac-осью, Linux или работаете в Google Collab, то у вас должна быть такая же ошибка. А если вы используете Windows, то не знаю. Кто-нибудь, у кого Windows может попробовать такую штуку воспроизвести? В общем, вроде что-то воспроизводит, но это набор непонятных символов. Да, всякую абракадабру я даже могу сейчас в чат кинуть. Сейчас, а можете просто скриншот прислать? Хотя она уже... Да, вижу. Прикольно. То есть он записал этот файл. То есть вот эта штука у вас записала это в кодировке CP1251, а вот эта штука ее пытается считать как Unicode или наоборот. Сейчас, наоборот, наверное. Вот эта штука записала ее как Unicode, как UTF-8. А здесь она пытается его считать... Здесь она пытается его считать как CP1251. Я думаю, что такая история. Хорошо, давайте тогда сразу попробуем эту проблему... с этой проблемой справиться. Давайте попробуем вот такую вещь написать. Если добавить сюда такую опцию Uncoding, UTF-8, решит это нашу проблему или нет? Да, работает, выводит. Все красиво. Так, а ошибку вот такую он выводит? Нет, просто работает. Сейчас, а что тогда он печатает? Он игнорирует первую букву? Сейчас интересно, как он может... У меня одна строчка, он просто печатает «Здравствуй, страна, once again, здравствуй, страна». После fsig1? Да, понятно. Если 0, то тогда я понимаю. Давайте сделаем fsig1. Он пишет «Здравствуй, страна, once again», а затем... Можете вашу ошибку показать? Да, такую же ошибку. Да, ну понятно. То есть, смотрите, что происходит. Дело в том, что вот та кодировка, которую мы сейчас здесь используем, которую использует Юпитер для того, чтобы создать вот этот текстовый файл. Это кодировка Unicode. Записывается она... Есть два разных слова. Есть как бы непосредственно кодировка. Вот что такое Unicode? Это мы каждому символу, который существует в природе, ставим в соответствие некоторое натуральное число. Дальше. Для того, чтобы записывать натуральное число в файл, нам нужна как бы еще одна кодировка, потому что не всякое натуральное число умещается в один байт. Вот файл, он как бы состоит из байтов, но каждый байт это число... Каждый байт кодирует число от нуля до 255. Поэтому для того, чтобы записывать символы, у которых номера больше, чем 128, нужно как-то придумывать, как вот эти вот большие натуральные числа записывать в файл. И это тоже можно делать по-разному. И сейчас самым популярным способом это делать является кодировка UTF-8. Это одна из возможных кодировок Unicode. Соответственно, кодировка UTF-8 характеризуется тем, что у нее разные символы занимают разное количество байт в файле. В частности, вся латиница, вот такая вот обычная, она занимает по байту. Точно так же, как она занимала бы просто в кодировке ASCII. А кириллица, она занимает несколько байт в памяти. И несколько байт в файле. Что произошло, когда я сказал, что файл нужно считывать, начиная с байта номер один? В файле, вот здесь вот, в первой позиции была записана буква D. Буква D состоит из нескольких байт. Когда я отрезал от нее первый байт, у меня от буквы D остался какой-то обломок. И дальше этот обломок, он не соответствует никакой Unicode-букве. И поэтому я получил сообщение об ошибке, не код-декод-эрор. Что происходило в тот момент, когда, прежде чем мы написали вот этот encoding равняется UTF-8 под Windows, по крайней мере, у Саши. Значит, было вот что. Вот здесь, когда мы файл создали, мы его записали в кодировке как раз UTF-8. Когда мы его считали, под Windows по умолчанию вот эти операции ввода-вывода делаются в другой кодировке, в кодировке CP-1251. Кодировка CP-1251 – это однобайтная кодировка. То есть одному символу соответствует один байт. Поэтому, как вы видите, мы получили, во-первых, бессмысленные, а во-вторых, длинные строчки. Вот давайте я просто сейчас скопирую, чтобы это было на записи. Нет, не это. Вот. Вот если вы видите вот что-то такое, знайте, что объяснение всегда стандартное. Это что-то, что записано в кодировку CP-1251, а потом, наоборот, что-то, что записано в UTF-8, а потом прочитано как код в кодировке CP-1251. Вот. И вот почему это так выглядело. Значит, лечится тем, что вот здесь нужно явно указать, что мы работаем с кодировкой CP-8. Ну, давайте все-таки заставим этот код работать. Для того, чтобы это сделать, мне нужно переместиться на такую позицию, чтобы полностью убрать букву D, чтобы брать не обломок буквы D, а полностью ее выкинуть. Кажется, кириллические символы занимают по 2 байта, поэтому если мы переместимся на позицию с номером 2, то все будет хорошо. Ну, действительно. Вот видно, что у нас было доброе утро, а стало оброе утро. Никакой ошибки теперь не выдается. Когда я рассказываю такие вещи, у меня не покидает ощущение, типа, как страшно жить. Казалось бы, нет ничего, не должно существовать ничего более простое, чем чтение и запись простых текстовых файлов. Это не какие-то документы Word с форматированием, это не какое-нибудь там, не что-то сложное, не какие-нибудь таблички. Это просто последовательность символов. Но нет, жизнь устроена сложным. Но не очень сложным. Так, хорошо. Значит, есть ли вопросы сейчас какие-нибудь? Вот, если что, внутри Python работает с юникодом. Но если у вас есть какая-нибудь строка юникодная, вы ее можете, вот, например, я могу взять строку доброе утро, и я могу ее закодировать. Допустим, я могу закодировать UTE 8, и вот я получил некоторую последовательность байт. А вот я могу ту же строку закодировать в CP1251, это кодировка, с которой работает Windows, и получить совсем другую последовательность байт. А теперь я могу закодировать вот эту строку в UTE 8, раскодировать, как будто бы она была закодирована в CP1251. И вот они, наши вот эти вот замечательные буквки. очень непонятные. Ну, в принципе, можно по-всякому развлекаться. Вот, например, еще одна типичная ситуация. Допустим, я сейчас закодирую эту штуку в CP1251, а раскодирую, наоборот, как UTE 8. А, нет, UTE 8 не подойдет. Давайте не UTE 8, а Latin 1. Вот с таким, я думаю, вы тоже могли сталкиваться неоднократно в своей жизни, когда кириллические буквки вдруг превращаются в какие-то вот такие вот непонятные буквы с диакритикой. Что здесь произошло? Я закодировал вот эту вот штуку в кодировке CP1251. Это кодировка, Windows-ная кодировка для кириллица. То есть у нее символы с номерами от 0 до 127 – это обычные латинские символы ASCII. А все, что больше 127 – это символы кириллицы. Но потом я раскодировал, это уже последовательность byte, раскодировал, предполагая, что я использую кодировку Latin 1. В кодировке Latin 1 вот эта вот вторая половина кодовой таблицы, символы с номерами больше 127, они содержат символы с диакритикой. Латинские символы – символы латиницы, но расширенные латиницы. Вот такие вот символы с диакритикой. И поэтому мои вот эти кириллические буквки превратились в такие вот буквки с диакритикой. Кстати, знание вот этого факта позволяет вам легко вот такие штуки раскодироваться. Наоборот, если вы с такой штукой столкнулись, то я могу теперь эту штуку… Чего с ней нужно сделать? Или расклад на один декопировать? Да, сейчас. Я бы сказал бы так. Мне ее нужно… Ой, сейчас. Ну, хорошо, да. Видимо, нужно просто в обратную сторону. Нет, так не работает. А, что-то я не туда написал. Да, вот так оно раскодируется. Кстати, заметьте, что мы здесь столкнулись с новым типом данных. Вот смотрите, видите, здесь у меня есть буквка B, а потом чего-то такое в кавычках написано. Вот такие вот строчки, которые начинаются с буквки B, это на самом деле не строчки, а это последовательности байтов. Иногда нам с файлами нужно работать именно не как с последовательностью строчек, а как с последовательностью байтов. И в этом случае для того, чтобы представлять соответствующие объекты в питоне, есть вот такой специальный тип данных. То есть вот то, что здесь написано, это не обычная питоновская строка, а это просто последовательность байтов, которые… Ну, вот для символов, которые принадлежат обычной таблице ASCII, то есть обычная латиница, они просто отображаются в соответствии… Байты отображаются в соответствии со своими ASCII кодами. А более старший символ, они просто… Они отображаются вот так вот, backslash x, а потом идет номер этого байта в шестнадцатичной системе счисления. Боже, как сложно жить. Ладно. Давайте что-нибудь другое покажу. Давайте я покажу, как записывать, наоборот, файлы. Значит, мы сейчас файл исчитывали. Сейчас файл запишем какой-нибудь. Делается так. Значит, у функции open есть второй аргумент, который по умолчанию R. Но если я хочу записать файл, то мне его нужно открыть, как говорят, не на чтение, а на запись. Чтобы открыть файл на запись, мне нужно добавить здесь букву W. W как раз со слова write. И теперь я могу вот в этот файл что-то записывать. Кажется, самый простой способ, чтобы туда записывать, это использовать функцию print. Только этой самой функции print нужно передать именованный аргумент файл и написать, в какой именно файл я это записываю. Да, давайте я скажу, что это newfile.txt. Ну вот, записали. Можно открыть и посмотреть, что там такое написано. Вот он, тот самый наш файл. Видно, что действительно записалось. Тут, кстати, при работе с файлами, которые вы открываете на запись, особенно важно, чтобы файлы были закрыты, потому что если файл забыть закрыть, то он, возможно, и не запишется. А давайте, собственно говоря, посмотрим, как это будет работать. Вендион вроде просто временный файл. На Вендион вроде просто временный файл создает. Сейчас, создает. Еще раз скажите. На Вендион вроде просто должен временный файл создавать. А вот я не знаю. На самом деле он может, это зависит от операционной системы и от того, как операционная система со всем этим делом работает. Например, он может, вот если я сделаю вот так, давайте посмотрим, появится такой файл вообще или не появится. Значит, вот у меня сейчас f не закрыт. f продолжает быть открытым. Давайте проверим, есть этот файл или нет, а если есть, то какое у него содержание. Значит, anadofile.txt. Да, ну вот видно, что файл создался. Но при этом он пока что пустой. И он будет пустым до тех пор, пока не произойдет одна из двух вещей. Либо до тех пор, пока я его не закрою, либо до тех пор, пока я явно не попрошу. Значит, есть метод flash, который… Ну, как бы ситуация такая, что когда вы делаете… Сейчас, а, стоп. Он может быть пустым, потому что я не туда напечатал. Дайте я все заново сделаю. Да. Вот, теперь эффект такой же, но зато теперь правда. Значит, видно, что ничего не добавилось в этот файл пока что. Дело в том, что вот эти вот операции ввода-вывода, ну, вообще в целом операции ввода-вывода – это длительная штука. То есть, когда вы просите компьютер, я не знаю, умножить два числа, это какая-то штука, которая выполняется быстро, потому что она выполняется просто процессором. Ну, окей, процессор плюс память, если вы работаете с какими-то данными, которые в процессоре не помещаются. Но если вы хотите записывать что-то в файл или считывать что-то из файла, ну, представьте себе, что у вас обычный жесткий диск, не SSD, а вот обычный. Это означает, что у вас там какие-то… происходят какие-то механические действия. Жесткий диск крутится, у вас там какие-то головки ездят. В общем, это медленная операция. И чтобы все бегало быстрее, в операционных системах есть разные механизмы кэширования. В частности, вот когда я делаю вот такую вот вещь, до этого момента, как я файл не закрою или явно его не флешну, до этого момента вот эта строчка, она может находиться в каком-то кэше, то есть операционная система для себя где-то делает пометку, что когда-нибудь ей нужно будет записать вот эту строчку вот в этот файл. Но сама по себе физическая запись, вот физически, чтобы магнитная головка доехала до какого-то места, на жестком диске и туда, значит, вот что-то такое примагнитило, вот это может вполне себе в данный момент и не произойти. А произойдет оно, либо когда я сделаю вот такую вещь, давайте проверим. О, появилось. Либо когда я этот файл закрою. Вот, когда файл закрывается, автоматически все действия с ним такие, наконец, происходят уже физически, вот прям в железе. А f-flash это что еще? Flash это как бы вот все то, что накопилось там в каких-то кэшах, ну вот как бы вот нужно реально это сделать. Ну вот, видите, в описании написано, что он должен как бы, я не знаю, как приводится слово flash здесь, но, в общем, он должен те буферы, которые он делает, вот эти вот временные хранилища, в которые он запоминал, что нужно что-то записать в файл, он этого действительно записывает. Ну, спустись, типа. Ну, да. Добавно, но у меня на Windows первый раз запускаешь файл пустой, второй раз запускаешь ту самую чип, ничего не меняя, файл записывается. Ну, вот это такое бывает, потому что операционная система может работать в этом смысле довольно непредсказуемо. Ну, потому что это какая-то оптимизация, это какие-то кэширования, они всегда могут работать непредсказуемо. Но, по крайней мере, точно, если вы файл закрыли, то он записался. Это как бы то, что гарантируется. Ну, и опять же, это хороший повод делать такой код с помощью вид. Кстати, опять же, вопрос к тем, кто пользуется Windows. И если мы теперь сделаем... Значит, если сделать вот так, чего будет? То же самое, что у меня. Вот так. То есть, смотрите, что при этом происходит, по всей видимости. Когда вы записываете этот файл, у вас под Windows он записывается по умолчанию в кодировке CP-1951. И считывается он тут тоже в кодировке CP-1951. То есть, например, если я добавлю сюда encoding UTF-8, то вот у меня он по-прежнему работает, то у вас, скорее всего, сломается. Ломается? Да, сломался. Отлично. Вот. А еще можно сделать такую вещь. Давайте вернемся сюда. И давайте мы вот сюда вот впишем... Давайте еще какой-нибудь строчкой мы добавим... Ну, чего-нибудь такое. Я сейчас пришлю в чат, чтобы вам не искать, как эти символы сделать. Я думаю, что... Сейчас. Значит, это нужно тоже записать в файл. Постоянно забываю. Моя гипотеза состоит в том, что под Windows... все сломается вот на этом этапе. Ну, собственно говоря, вот в этой строчке. Ваша гипотеза оправдалась. Что пишет? Я сейчас скину в чат. Давайте. В общем, короче говоря, что здесь происходит? Опять же, поскольку под Windows по умолчанию используется кодировка CP1251, в этой кодировке вообще нет греческих букв, потому что они туда не поместятся, потому что это однобайтовая кодировка. Единственное, что помещается в однобайтовую кодировку, это стандартные символы латиницы и символы еще какого-нибудь одного алфавита. И в CP1251 этот еще один алфавит – это кириллицы. Соответственно, собственно говоря, можно, в принципе, всю эту кодовую таблицу и распечатать. Сейчас, дайте я соображу, как это сделать. Значит, допустим, у меня есть символ с данным кодом. Если я хочу из него сделать байт с данным кодом, как это сделать? А, ну, наверное, вот так, правильно? Byte is not defined. Byte array. Byte array, range 255. И что, мы можем это декоднуть? Видимо, вот так это можно сделать. О, кстати, мы получили такое же сообщение об ошибке. А, потому что… Нет. Ладно, что-то не соображу, как прям посмотреть на кодовую таблицу соответствующую. В общем, короче говоря, нет в кодовой таблице CP1251 этих символов, поэтому мы не можем ничего сюда записать. Поэтому это дело можно исправить вот так. Так, значит, вместо CP1251 использовать UTF-8. И тут тоже использовать UTF-8. Теперь у вас это тоже должно заработать. Сейчас все-таки мне интересно, почему… Почему я не могу… Интересно, если просто копипаснуть это в ячейку Юпитера и нажать шрифт Enter, то он не сможет это сделать, а через принт сможет. Не сможет что сделать? Напечатать формулу с альфа. А через принт печатает. А без принта, если вот просто попросить его напечатать последнюю… В смысле, вот так? Да. Просто вот так сделать? Ну, я даже без кавычек сделал. Нет, без кавычек понятно почему. Это он воспринимает просто как код. Он как бы говорит, что он не знает. Да, все логично. Ну вот, кстати, вот между прочим, если вы очень хотите использовать греческие буквы в качестве имен переменных, то, в принципе, вам никто не запретит это делать. Вот символ степени 2 он не воспринимает. Степень он не воспринимает, да, потому что степень – это как бы суперскрипт, это не символ, не часть символа. По этому степени, ну, как бы, короче, вот такую вот штуку он умеет, а там суперскрипт он уже не умеет, он уже не считает, что это символ нормальный. Да. Интересно все-таки, почему он не хочет мне декодировать это. Я просто хочу, чтобы он мне нарисовал кодовую таблицу, почему он не хочет этого делать. Ну ладно, бог с ним не хочет, и пусть не хочет. Потом разберусь. Вот, ну ладно, это история про кодировки. Давайте еще поговорим про непосредственно работу с файлом. Пока что мы научились файл что-то печатать. Да, у меня важное тут замечание. Смотрите, вот, допустим, у меня уже файл, вот этот файл, не файл .txt, существует. Да, и я в него чего-то другое печатаю. Ой, постоянно забываю сказать, что он печатал вот в этот же самый файл. Вот, вопрос, что при этом происходит. Ну вот, происходит самая естественная с точки зрения компьютера вещь. Все предыдущее содержимое файла удаляется, и файл создается заново. Ну, вопрос о том, создается ли он заново, или просто он очищается, и в него записывается новое содержание, это тоже вопрос, в котором я не знаю правильного ответа. Но, по крайней мере, эффект такой, что все, что там было, оно безо всякого предупреждения просто грохается. И, в общем, тут к этому надо привыкнуть, потому что мы тут сейчас уже взаимодействуем напрямую с операционной системой, и операционная система, чего ей сказали, то и делает. То есть у нас уже нет такой прослойки в виде пользовательского интерфейса, который вас 10 раз переспросят, типа, вы действительно хотите грохнуть результаты своей работы за последние 10 лет или нет. Здесь сказано грохнуть, значит, грохнуть. Ну, в принципе, это, как правило, это примерно то, чего вы хотите, но, в общем, тут нужно быть немножко осторожным. Когда вы открываете файл на запись, он автоматически удаляет все его содержимое. Значит, как от этого можно защититься? Во-первых, иногда бывает полезно не удалить все содержимое файла, а что-то записать в конец этого файла. Для этого можно открыть файл в режиме A, append. Значит, как видите, в этом случае у меня вот эта вот строчка more content, она просто приписалась к вот этой строчке new content. Значит, а это добавление в конец. И если вы работаете с какими-то файлами со сложной структурой, это, как правило, бесполезная штука, но если вы записываете просто что-нибудь типа, ну, вот чего, на самом деле, чаще всего приходится делать. Чаще всего приходится там что-нибудь записывать типа просто вот лого вашей программы, вот что она сделала в данный момент. И вот в этом случае бывает полезно открывать файл в режиме append, потому что программа поработала, что-то такое выдала, вы записали файл. Потом она поработала еще немножко или вы ее запустили еще разочек, она сделала что-то другое и тоже это записала в файл, просто вот продолжила запись. Это бывает полезно. Дальше может возникнуть вопрос, ну, допустим, мы хотим, вот мы сейчас обсуждали, как можно файл исчитывать и как можно файл записывать. Допустим, мы хотим файл одновременно исчитывать и записывать. Ну, в принципе, для этого есть отдельный режим. Можно открыть файл одновременно и на чтение, и на запись. На практике, как правило, вы никогда этим не пользуетесь. За счетом тех случаев, когда вы делаете что-то довольно низкоуровневое, то есть если вы не пытаетесь сами написать базу данных, например, то, скорее всего, вам не нужно открывать файл на чтение и запись одновременно. Как правило, работа с файлами устроена так. У вас есть какой-то файл, вы его полностью считываете в оперативную память, после этого с ним что-то делаете в оперативной памяти. Ну, не с ним, а вот как бы с той информацией, которая в этом файле содержалась. И после этого записываете, когда вы с ним поработали, вы записываете эту информацию в файл заново. Собственно говоря, когда вы, я не знаю, когда вы открываете, например, доковский файл в Microsoft Word, происходит ровно это. То есть когда вы сделали файл открыть, вы считали весь файл в оперативку, после этого что-то с файлом сделали. Вот в тот момент, когда вы этот файл редактируете, он на самом деле, скорее всего, он не остается открытым. Ну, опять же, это нужно разбираться, как конкретно это имплементировано, но, скорее всего, происходит ровно то же самое, что я сейчас сказал. Поэтому, как правило, вам не нужно открывать файл одновременно на чтение и на запись. Вот. Если вы хотите, например, считать все строчки файлов в память, то в этом нет никакой проблемы. Давайте возьмем какой-нибудь файл. Допустим, вот этот new file.txt. Ну, вы можете, например, сделать вот такую штуку. Lines равняется f. Значит, есть метод readlines, и он сохраняет вам файл в виде списка строчек. Каждая строка в этом файле лежит в новой, ну, как бы просто как элемент списка. Что еще бывает в методах? Да. Окей. Значит, все то, что я сейчас говорил, это относится к работе с файлами, которые лежат в текущем каталоге. Кстати, я забыл еще про одну штуку сказать. Можно сделать вот так. Значит, метод read просто скачивает файл, считывает файл и сохраняет его как просто одну длинную строчку. Как правило, это не очень хорошая идея, потому что работать с длинными строчками довольно тяжко. Поскольку строки являются неизменяемыми объектами, если вы эту большую длинную строку начнете, что-то с ней начнете делать, заменять там одни символы на другие, еще что-нибудь, то вам каждый раз придется, любая модификация приводит к тому, что будет создаваться новая строка, снова ужасно длинная. В общем, это, как правило, не очень эффективный подход. Эффективнее работать вот так вот со списком строк. Ну, иногда пригождается и вот эта штука. Вот. Значит, это то, что касалось, в принципе, работы с самими по себе файлами. На самом деле здесь есть еще один аспект. Дело в том, что файлы, они не просто так где-то лежат, они... У них есть какое-то место в файловой системе. И... Можно вопрос... Давайте. Как вам кажется, почему контент сможет просто иметь вид пустой строчки? Может, файл пустой? Да вот lines выводят, у меня вот написаны они подряд. То есть написано... Может быть, вы файл уже считали, может быть, вы его не переоткрыли. А, очевидно, очевидно, да. Это та же самая проблема, с которой мы сталкивались вот где-то там выше, когда мы обсуждали SIG. Вот. Да, поэтому сейчас при обсуждении работы с файлами полезно поговорить про то, как устроены пути к файлам. Ну, как вы, наверное, знаете, файловая система устроена таким образом, что она имеет такую иерархию. Она состоит из папок. Внутри папок могут храниться файлы или другие папки. И там, если вы работаете под Windows, то у вас есть как бы несколько корневых каталогов, которые находятся там на разных дисках виртуальных, C, D, E и так далее. Если вы работаете под Unix, то есть под MacOS, под Linux, то, скорее всего, у вас... Ну, никаких дисков у вас нет, но у вас есть один корневый каталог, который начинается просто со слэша. Слова каталог, папка и директория – это синонимы. В какой-то момент Microsoft решили сделать операционные системы ближе к людям и переименовали штуки, которые раньше назывались директориями. Они их переименовали в папки, по-английски folder, и с тех пор путаницы только стало больше. Соответственно, у файлов есть пути, которые показывают, в каком каталоге их искать. Пути бывают относительно абсолютные. Относительно – это относительно того места, где мы находимся в данный момент. Собственно говоря, можно узнать, где мы находимся в данный момент. Это делается вот так. Ну, вот видно, что я нахожусь в какой-то папке с длинным названием. Ну, вот у вас здесь будет какое-нибудь другое имя. Это ваш текущий каталог. Соответственно, все файлы, которые я сейчас создавал, они были созданы вот в этом каталоге. Современная эффективная работа с путями требует использования модуля Path. Он очень удобный, точнее PathLip. Значит, и делается это в первую очередь вот так. Значит, давайте посмотрим, как это работает. Допустим, я хочу в текущем каталоге создать какой-то подкаталог и поместить туда какой-нибудь файл. Я могу сделать это так. Во-первых, я могу создать... Значит, вот такая штука. Это путь к чему-то, что является либо файлом, либо каталогом, неважно к чему. Называется New Folder и хранится в текущем каталоге. Соответственно, если я хочу создать каталог с таким именем, мне нужно вот у этого пути вызвать метод mkdir. mkdir – это означает make directory, то есть как раз создать каталог. Вот я сейчас его создал. Ну, собственно говоря, если я вернусь сюда, то видно, вот он действительно создан. Вот, и он сейчас пустой. И дальше, например, я могу сделать какой-нибудь файл внутри этого каталога. Например, я могу сделать это так. Окей, давайте я... Чтобы не писать каждый раз этот path, давайте я просто сделаю вот так. Значит, вот сейчас я попробовал выполнить эту ячейку еще раз и предсказуемо наткнулся на ошибку. FileExistsError. Дело в том, что NewFolder уже существует. Надо сказать, что ошибка называется FileExists, несмотря на то, несмотря на то, что это самый NewFolder, это не файл, а директория, каталог. Дело в том, что операционная система, в общем-то, в какой-то мере не различает файлы и каталоги. Для нее каталог – это частный случай файл. Это, грубо говоря, такой файл, в котором написано, какие файлы в нем содержатся. Вот, соответственно, чтобы вот она сейчас так не ругалась, а просто бы, если такой файл уже существует, она бы это проигнорировала, то можно здесь ему передать опцию ExistsError равняется True, и тогда она, если вы говорите ей создать каталог, который уже существует, она просто ничего не делает. И теперь можно, например, сделать такую вещь. Open with Open NewFolder. Давайте что-нибудь такое сделаем. Конечно, нужно написать, как что. Я его открываю. Значит, обратите внимание, что здесь я использую символ слэш, как будто бы я делю NewFolder на строчку NewFile.txt. Но на самом деле это не деление, а просто это такой способ создать путь к файлу, который находится внутри каталога NewFolder. Вот этот вот слэш здесь работает не как деление, а как просто конкатенация нескольких названий через вот этот слэш. Если вы используете Windows, то я не знаю, что у вас тут будет. У вас может быть обычный слэш, а может быть обратный слэш. Это может даже зависеть от версии Windows. Дело в том, что, опять же, исторически под системами, которые наследуют от MS-DOS, элементы в путях к файлам разделялись обратным слэшем. А в тех системах, которые наследуют от Unix, они разделялись прямым слэшем. И, собственно говоря, необходимость, ну вот тот факт, что я использую именно вот эту вот библиотеку PathLib и использую тот способ создания путей, который предоставляется этой библиотекой с помощью вот этой вот использования вот этого вот слэша, а не просто конкатенирую две строчки и добавляю между ними слэш. Это как раз связано с тем, что я хочу, чтобы мой код нормально запускался бы вне зависимости от того, что именно используется в качестве разделителя в вашей операционной системе. Кстати, если вы Windows пользуетесь, вот что у вас выдается вот здесь, вот в этой вот строчке. Прямой слэш или оба? То же самое. То же самое. Ну, это, видимо, потому что в текущих версиях Windows прямой слэш тоже работает, как разделить. Вот. Но если бы вы запустили бы это под Windows каким-нибудь, скажем, семилетней давности, я думаю, что у вас там был бы бэкслэш. Вот. Ну, отлично. Вот мы, собственно говоря, записали туда файл. Давайте проверим, что действительно вот он записался. Вот. Еще из полезного. Значит, вот те пути, которые мы сейчас используем, это относительные пути, они относительно текущего местоположения. Если вы хотите абсолютный путь, то он начинается, ну, вот он выглядит вот так вот под Unix. Начинается просто со слэшем. А под Windows он будет начинаться с типа c:// или d:// сейчас corridors чуть-то эту роль. Вот. Ну, абсолютные пути хороши тем, что они абсолютные, что не важно, в каком каталоге вы находитесь в данный момент, они будут работать одинаково. Относительно хороши тем, что они относительные, а именно если вы, например, запускаете программу, находясь в каком-то каталоге, эта программа должна обработать файлы, которые находятся именно в том каталоге, где вы сейчас находитесь, то как раз тогда относительные пути вам очень помогут. Вот. Ну, еще бывают такие специальные, например, если я возьму путь, собственно говоря, если я возьму new folder, и если я припишу к этому new folder две точки, а потом припишу к нему какое-нибудь имя файла, допустим, newfile.txt. Да, вот этот вот путь, это на самом деле путь к тому файлу, который находится не внутри нашего подкаталога new folder, а находится на самом деле в том же каталоге, где мы сейчас. Вот эти две точки – это специальный каталог, который является как бы ссылкой на родительский каталог. То есть он говорит перейти на один каталог выше. Ну и на самом деле с помощью вот этой библиотеки, с помощью вот этого вот метода path, можно считывать файлы очень быстро, даже без использования этой конструкции open. если я просто сделаю вот так, если это просто текстовый файл, я могу его считать с помощью, например, есть вот такая штука, readText. Он просто считывает весь файл в одну строковую переменную, в один строковый объект. И, кстати, не помню, а записывать так можно или нет, какие тут еще есть методы. Это, кажется, записывать нельзя, можно только считывать. Ну и, наконец, если у вас есть файл, который является на самом деле директорией, вот, например, вот такая штука, да, кстати, значит, когда я говорил про две точки, я говорил, что две точки – это штука, которая ссылается на родительский каталог, а одна точка – это текущий каталог. То есть вот я сейчас сделал объект path, в котором просто ничего нет, но на самом деле это означает, что этот каталог, в котором я сейчас нахожусь, он обозначается вот так вот одной точкой. Соответственно, если эта штука является именно каталогом, то можно, например, перебирать все файлы, которые в нем находятся. Например, можно это сделать вот так. Вот я получил список файлов и каталогов, которые находятся в текущем каталоге. Иногда я хочу посмотреть не на все каталоги, а на те, которые удовлетворяют какой-то маске. Например, я хочу посмотреть на все, скажем, на все файлы с расширением IPNB. Это можно сделать вот так. Glob – это такой способ получить файлы, удовлетворяющие данные маски. Маска устроена очень просто. Значит, звездочка обозначает любое количество символов, любых. А еще бывает вопросительный знак, который означает любой символ на этом месте. Вот так, например, я могу получить список всех файлов, которые начинаются на лессон и заканчиваются на IPNB, а здесь имеют два, неважно каких символов. Вот такая штука, соответственно, можно с помощью вот этих вот файловых объектов работать с файлами и каталогами и делать все, что угодно. Если мы пытаемся ссылаться на риске в каталог, которого нет, мы в плане находимся на самом диске. Не знаю, что это будет. Скорее всего, ничего не будет. Но, то есть, фактически вы говорите, вот какую-то вот такую штуку вы хотите сделать, да? Сейчас. Там, конечно, нет таких. Давайте. Но ничего не происходит. Это все равно, что просто корневой каталог. Нет. То есть, вот мы находимся на диске C, а не в какой-то кратке на самом диске. Пытаться с родительским. Ну, я говорю, у вас как бы нет никакого родительского каталога. Но это означает, что при попытке перейти на родительский каталог, вы попадаете снова в корень. Ну, то есть, вот я говорю, вот то, что вы сейчас сказали, это все равно, что сделать вот такую штуку. То есть, вот этот слэш обозначает родительский каталог. Не родительский, а просто корневой каталог. А потом, я говорю, перейти еще на каталог выше. И ничего не происходит. Да. Сейчас. А как он знает, на какой именно каталог выше переходить? То есть, если там несколько каталогов будет, на какой он перейдет? Нет, такого не может быть. Ну, что значит каталог выше? Это каталог, в котором находится текущий каталог. В файловой системе у вас есть иерархия. У каждого каталога или файла есть родительский каталог. Это каталог, в котором он находится. То есть, там такое дерево. А, то есть, точка именно показывает то, где мы сейчас. Точка – это то, где мы сейчас. А две точки – это переход на уровень вверх. Ну, на самом деле, я немножко упрощаю ситуацию, потому что есть такая штука, как hardlinks. То есть, на самом деле, можно сделать так, что у вас, скажем, у одного и того же каталога будут два разных имени. И, честно говоря, я не знаю, что происходит в этом случае. То есть, теоретически в файловой системе могут быть ссылки на… Строго говоря, файловая система – не дерево. Строго говоря, файловая система – это такой направленный граф. Я, честно говоря, не знаю, что будет, если у вас есть два hardlinkа, которые ссылаются на один и тот же каталог, и вы пытаетесь из этого каталога выйти на уровень вверх. Не знаю. Вот. Еще вопросы? Хорошо. Ну, все тогда на сегодня. До свидания. До свидания. Я, простите. Можно спросить?